Просторные здания, современное оборудование, расширение медицинского персонала. В Новосибирской области скоро появится новая инфекционная больница. Светлана Шевченко оценила масштабы будущего госпиталя. Уже готовы каркасы зданий инфекционного госпиталя, которые по задумке будут образовывать волну. Учреждение на 504 койко-место состоит из нескольких блоков, соединенных переходом. Планировка позволит разделять потоки больных. Сейчас на месте работают 70 человек и 15 единиц техники. Подготовительный этап завершен. С 1 июля начнут основные работы. Здесь будут находиться пациенты с капельными инфекциями, экзантемными инфекциями, тропическими инфекциями, кишечными инфекциями, нейроинфекциями, гепатитами. Плюс вся диагностика, которую сегодня принимает инфекционная больница для оказания медицинской помощи. В комплекс входят отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентген отделения, лаборатории, операционный блок и родовые залы. В каждой палате санузел. Учреждения оснастят высокотехнологичным оборудованием. Предусмотрена и вертолетная площадка для санитарной авиации. На концепцию будущей больницы повлияла ситуация с коронавирусом. Проект уникальный. Аналогов не имеет. Он сформирован с учетом потребностей и рекомендаций регионального Минздрава. А еще строители учли сибирский климат. Санкции тоже повлияли на строительство, но специалисты нашли аналоги с зарубежным стройматериалом и медицинской техникой. Несмотря на увеличившийся бюджет, все работы выполняют в срок. Вся компоновка больницы, она одноэтажная. За исключением двух корпусов. Это КДЛ, это лаборатория. И АБК, это административный и бытовой конкурс. И мы планируем в пику, что у нас на объекте будет 550 человек и порядка 68 единиц техники. С инициативой строительства губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился в правительство и Государственную Думу Российской Федерации. Предложения поддержали. Это государственное частное партнерство. Мы вот сейчас как раз обсуждали из компании, которая занимается строительством, партнером, так скажем, государством. Финансирование необходимое найдено и со стороны частного партнера, и со стороны государства. То, что здесь реализуется, это самый современный в России проект инфекционной больницы, сделанный по самым лучшим мировым стандартам. По плану первых пациентов новый госпиталь возле поселка Садовый примет в третьем квартале 2023 года. Светлана Шевченко, Евгений Павлов, Новости ОТС.